приветствую всех с вами сенсей и я опять на войне рубрика новые технологии сегодня поговорим об охлаждении пк как охлаждать зачем охлаждать нужно ли своего ну вы поняли своего это система водяного охлаждения не то что трещат сейчас по всем каналам вот давайте разберемся в этой ситуации я для себя провел такое расследование и хочу до вас это все довести давайте начнем значит мой канал сенсей портал хочу сказать про игры я никого не забыл batman и end on ring будут продолжение дальше еще я хотел залить и это петля времени первый взгляд так значит 5 плейлистов избранные игры здесь почти все хитовые игры более тысячи роликов перед тем как просить что-то сначала сюда зайдите нажмите на плейлист полистайте вниз посмотреть есть такая игра нет софты железо это все по железкам также отсюда будут некоторые ролики из этого плейлиста я вам покажу в конце и значит новые технологии это скандальный плейлист лохотрон титанов плохо конвейер фаната md nvidia intel проходите мимо это не для вас не портите себе настроение мне вы не испортите я вас просто блокирую и все мне не интересно с вами общаться да некоторые просится обратно я восстанавливаю почему бы и нет потому что люди когда дойдет до как говорится до печенок и кто и все понимает космос это моя личная сборка для тик тока тик ток заблокирован вот это личный мой перевод придуманный мною и сенсей портал все вперемешку даже некоторые ролики здесь есть более интересный чем вообще на канале давайте начнем значит тема разговор будет охлаждение пк не важно чем охлаждать с его зачем вообще зачем вот кто-то может мне объяснить у меня на канале значит есть сборки full hd 2k и 4k я это говнину вообще туда не вписываю вот эту куйню вот эту с своего вот это просто это охлаждение своего без надобности для пк в наше время без надобности почему потому что процессор любую хуйню потащит видеокарты все обрублены я рекомендую с вывод только для особо одаренных которым некуда деньги девать они ими разбрасываются я считаю это люди недалекие которые разбрасываются деньгами но все-таки я мог бы порекомендовать только в одном случае для 4090 вот все вот все вот если у вас есть карта 4090 к ней нужны не слабый проц потому что ни один процессор не может ее раскрыть в полной мере full hd отличной картинки настоящей да но она садится на жопу в 4k поэтому я думаю что лучше охлаждение это своего это вот 4k только 4090 потому что 4080 раскроет всякая хуйня мне кажется 5700 блять 5600 наверно даже раскроет такие процессоры там 7000 версии без надобности а м5 без надобности блять все у меня есть на канале и сейчас я по-быстрому вам все постараюсь показать то есть я пролистаю а вы по названием смотрите и можете все найти оперативка вот есть но потом здесь находите а м5 против а м4 5000 версия что будет собой представлять я даже сравнивать здесь 4090 против 5090 который еще не вышло но она будет 45 кадров валу веке втором выдавать в отличной картинке 4k 45 кадров мать вашу 45 кадров раскроет блять любой процессор на мне кажется и 2 700 блять раскроет 5090 сука в настоящей картинке блять потому что валу веке я думаю на этом движке до 50 кадров выдаст 2 2 700 блять ну полная говнина вот 3 700 против 5 800 блять посмотрите 4080 все вы можете здесь увидеть на канале мне блять заранее писать не надо если вас нагрели блять вы лоханулись не втерлись как говорится в доверие блять ютубу не все не проверили все не перепроверили посмотрели первый тест и вот посмотрите здесь я сравниваю вот эти вот процессоры какой круче и что понимаете чем выше разрешение тем они ровнее блять потому что процессоры сейчас ну от от 80 до 100 кадров почти все выдают если вы 48 берете 4k вы будете играть 80 кадров в 100 вы не будете играть настоящей картинки если вы не играете настоящей картинке вы человек недалекий взять за 100 тысяч карту блять и половина отключить я считаю таких людей недалекими возьмите 3070 3080 4k и все нахуй отключите зачем вам пересплачивать за 4080 когда 3080 вам для 4k вы все нахуй отключите и будет фреймрейн ну на 10 может блять поменьше ну все здесь смотрите на канале 10 бит 8 бит специально вот вот эти сборки будут закинуты в комментах под видео вот эта сборка 4k сборка 2k сборка вы увидите там какие кулера нужны мы сейчас о них тоже поговорим я думаю что это обязательно также смотрите у меня в софт и железо есть как поставить стекло на монитор на монитор стекло у меня стекло на мониторе то есть у меня игровой монитор со стеклом тоже есть в софт и железо софт и железо здесь прокулеры сейчас я вам покажу как и профилактику проводить к оптимизации игры всех кривых недоразвитых игр рукожопых всадников апокалипсиса здесь все есть вы еще можете посмотреть здесь игр нет только оптимизации игр здесь все по железкам как настроить решейдеры все почему я сейчас делаю такой серьезный большой обзор вот как решейдеры тут настраивать вот прошел я еще там видео которое было выше вы прям канал включить и вот так я левом специально пролистываю можете запомнить это место и посмотреть на самом конце будет как поставить на монитор стекло вырезать какой какое стекло должно быть самое интересное что быть водянка стоит сука не просто безумных денег а безумнейших денег вот это еще ничего вот это еще хотя я не знаю что это один раз в жизни я решил взять водянку с двумя вот такими горшками были с одним горшком но с двумя на тысячу дороже я взял через двадцать сука минут я отдал обратно на почему потому что это говнина дребезжащие скулящие говнина да возможно сейчас делают более качество и так далее ну 250 ватт охлаждение то есть когда вы эту говнину включите блять у вас такой будет шум что кулер который я всегда рекомендую и мы поговорим позже вообще слышно не будет вообще слышно не будет но здесь еще есть опасность блять слома блять этой вонючей блять помпой это во первых она может потечь застрять там на хлопости могут все что угодно может быть акулер поставил вентилятор сгорел блять вон такая башня блять туда-сюда и ради бога есть кулеры низкая низкопрофильные для для маленьких корпусов зачем вам маленький корпус зачем вам корпус вообще блять понять не могу зачем вам нужен компьютерный корпус блять напишите зачем вам нужно для красоты вот для этой хуйни вот эти вот все переливы вот эти вот вся эта дрянь а этот денег стоит зачем это все нужно а без нее не найдешь ничьи вот еще тут говнина вот всякая вот всякая дрянь вот это вот по моему кусок говна вообще я даже не знаю как можно отдать 4000 вот такую хуету блять два вентилятора и какая-то дребезжалка блять стоит на да некоторые скажут отлично охлаждает что вы охлаждаете блять что сука вы охлаждаете блять что вас не устраивает 60 градусов процессор блять или он у вас до 100 греется с какой карты вы блять и играете а понять не могу нахуй и такие вопросы уже были решены блять на канале где-то я уже отвечал что водянка блять нахуй добавляет да наебали вас дурошлепство это дурошлепство брать водянку вообще ничего брать не надо никакой водянку вообще абсолютно блять про охлаждение я уже сказал для 40 90 блять с хорошим процессором будут вы видели какие час кулеры есть бы возьмите за 8 рублей блять кулер на извините меня блять это бомба блять вот вам процессор охладить а зачем intel брать он на жопе блять intel уже скатился да некуда блять а им пристали блять не такие горячие а очень производительные блять и я предыдущих роликах показывал как блять 16 поточный 24 поточный сажать на жопу блять а им дешево все это вот мусор мусор блять я вот 9 рублей вот за что охладить процессор какой вы блять процессор собирается охлаждать я понимаю если вы там какой-то продвинутый чел что-то блять серьезно там задействуете процессор каких-то программах да так что кулер не блять нельзя блять кулер взять там восьми трубочные блять 16 трубочных вся таких кулеров как говна или вот такой маленький процессорик вот такой маленький корпус используя для серьезных задач может ноутбук еще блять используя для серьезных задач это безумство взять час водянку надо быть сука недалеким потому что она ничего не дает кроме шума беспокойства блять по поводу протички это первое второе что я хотел сказать да ладно вы сейчас давайте посмотрим проводилку вот водянку ставит куда вот этот гроб вот зачем блять роб засунуть всю эту хуйню кстати у него вот как у меня блядь так-то так ёпты мой как нет у меня чищает у меня шести блядь даже с воздушной системы вот у него говно стоит вот охлаждение у него стоит говно блять я вам больше скажу изначально в этом системном блоке его бы трубок слишком а хотя какой говно наоборот блять 66 до 6 трубочный у него стоит для кулер 2 2 вентиляторный зачем придумывать блять он с помпу ставит именно для видеокарты частью видео я заказал уже второй такой водоблок и для чего ты заказал нахуй ты его заказал что за видеокарта давайте посмотрим на какой видеокарту заказали организовать водяное охлаждение всей системы видос у нас с вами и так длинный получается поэтому процесс подключения трубок комментировать я думаю не нужно тут и так все понятно чё там охлаждить он что там блять 3070 разогнал блять доходит до пяти блять чистоту нахуй до пяти гигагерта блять я больше чем уверен что это у нее не сорок девяносто но пусть будет пусть будет я думаю что водоблок вот это ставить надо на все вот если у вас есть водоблок надо ставить уже и на процессор системного блока лишней хуйни не было шансов замыкания прибить к стене блять и все будет нормально как то есть сделать плоский блять системный блок просто лист на него все навешивали все специальные есть переходники для видеокарты и все вот я думаю что да это а это ни к чему зачем ему водоблок на видеокарту чтобы все нахуй потекло и паспросралась вот эти с липушками с этими с какахами он тут возится с водянкой с этой вонючей вот пожалуйста процессор полторы тысячи рублей по-моему цена 600 ну по-моему полторы тысячи я смотрел на алиэкспресс все это обходится блять две с половиной два с половиной рубля блять по-моему даже блять и кроме ведь это водоблока два с половиной рубля они лупят по 15 рублей это уху ютуб 15 сука тысяч надо быть недалеким чтобы вот без водоблока блять взять за 15 тысяч рублей вот я считаю так я считаю что вообще это говно не нужно вот по без надобности вот это вот вся хуйня с вентиляторами это я просто так выбрал это там очень много всяких сборок это уж я так показать все это механизм вот это сидеть ковыряться блять понимаете самое главное что я хочу сказать блять самое главное что вы охлаждать собираетесь вот зачем это говно нужно вот нечего охлаждать нечего охлаждать еще раз повторюсь если у вас 40 90 до вы взяли серьезный процессор но чем больше горшков тем он будет меньше нагружаться блять распределение будет лучше идти он будет меньше грецы как например 8 ядерник блять он по натуре при полной нагрузке греется сильнее чем 6 ядерник но когда вы играете в игры он не нагревается до 100 процентов он распределяет потоки поэтому у него нагрев меньше потому что и высота загрузки меньше на на 4 ядерник вы хотите поставить эту воду блять я считаю что крест надо поставить на водянке вот крест она без надобности она нахуй не нужна тем более за такие деньги вот 10 тысяч этот предел вот вот десятка это блять предел полный комплект полный комплект пусть для дорогой там водоблок это туда-сюда блять вот с водоблоком блять вот 15 для 40 90 водоблоком 15 тысяч вот все вместе блять пришел блять поставил из все заработал вы думаете у вас что меньше треска будет что ли помпа будет работать потом помпа блять так процессоре блять будет хуярить я пробовал поставил 20 минут и я понес обратно сказал мне это говнина не нужно дайте мне вот эту говнина она будет улучшена сейчас я и пользую 6 трубочный до сих пор у меня стоит с одним вентилятором даже не с двумя для я больше 60 никогда не видел на и то и обороты убавил чтобы нервы не размозждите вентилятором видеокарта она всегда громче работает и вам никакой помехи от этого не будет давайте посмотрим кулер вот кулер вот вот они машины вот такие вот но это я считаю тоже слабоват еще тоже слабоват 8 7 рублей сейчас нормальный стоит кулер вот какая-то бомба блять ассасин там уясен вот такие вот я нет нет не стал такой вообще серьезный брать кулер на вот у меня по моему такой вот 6 трубочные у меня с площадкой то есть можно вот здесь вот нет площадки до лучше прилегает он вернее он лучше отдает тепло но со временем трубки все равно смещаются понимаете я бы лучше все-таки брал с подложкой не стоит брать без подложки ребята то он лучше отводит тепло лучше без подложки лучше жидкий металл вы не поставите это раз кстати если вы на жидкий металл ставите вам водянка в жопе окажется если вы на жидкий металл на сайте хороший кулер поставить и на жидком металле будет работать намного лучше чем этот тряснявся водяная на да водянку тоже можно жидкий металл зачем она и так охлаждает должна охлаждать лучше вот такие вот и я меньше пяти рублей я думаю что для 2к и 4к брать нечего для full hd мне кажется 4 трубы пойдет если вы взяли 2 700 и 2 3 600 и эти вот два кулера самые ходовые я бы из 3 600 и 2 600 2 700 взял бы 2 700 у меня был я в 2к да у меня карта стали меняться сначала 10 80 была 30 30 60 а то 28 супер я поставил уже все начинал лагать у меня 2 2 700 я взял сейчас 3 700 у меня есть под видео под любым видео вкладка еще там мое железо на момент изготовления ролика я думаю что кулеры есть и низкопрофильные вот такие да с ну чего куда блять я не пойму зачем вам корпус вот это решение единственное решение которое решит все зачем вам корпус корпус вам зачем сейчас вот корпуса какие угодно можно сделать корпус своими руками давайте даже давайте найдем ли это сейчас на корпус для пк давайте поглядим чем в картинках там поглядим корпусовка грязи вот это мой типу моего корпуса вот вам корпуса пожалуйста что что блять не устраивает вы копейки здесь потратите на копейки да вы можете по большому счету где-то для какого-то корпуса нужна и водянка понимаете потому что плоские корпуса но здесь вот нет водянки вентилятор низкого профиля но нахер он нужен тогда ну чушь так пусть торчит вот я на стену я хотел сначала на стену сделать но все-таки у меня ящик внизу я думаю ну зачем мне на стене будет шуметь я вниз его поставил а с другой стороны на стене будет лучше проветривается нагрузки все это хуя то блять лезет из-под ногтей и корпусовка грязи всяких разных что хотите можете придумать хоть маслом залить вы знаете что можно залить маслом 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 заливайте полностью в аквариум ставите его и вот вам охлаждение там не надо никаких вентиляторов просто заливайте маслом и все ничего там не замкнет какое масло там веретено и по-моему веретеные берут даже по моему можно обыкновенный маслом залить на но только хорошей концентрацией не на водой разбавленная нормальное масло но вот по моему веретенку заливают на как аквариум пожалуйста может залить и все он будет у вас залитым ведром масла на вас ничего греться не будет но когда вы ставите водянку на все блять закрываете эту говнину все закрываете там помпа начинает греться потом блять помпа на процессоре начинает греться на все это говно греться начинает и никто не говорит про материнку блять а что материнка не будет греться блять она нагреваться не будут блять масфеты и так далее вся эта хуйня блок питания это вся говнина там я не знаю есть масфет по-моему тоже есть на материнке это на видеокарте есть ну не важно блять ну весь блок питания будет греться да у вас там стоят радиаторы но будет недостаточно потому что у вас вы туда вот товарищ он напихал туда еще всякого говна блять про материнку никто не думает блять а если будет напряжение недостаточно видеокарты она начнет греться процессор будет недостаточно начнет греться блять все начнет греться потом все это нахуй на помойку блять отнесете вон поэтому перед тем как водяное охлаждение стоит надо подумать и о материнской плате и и о памяти блять значит дополнительные вентиляторы должны стоять обдувать другие части на а вы сейчас разгоните хуйня эти процессор видеокарту все разгоните и там будет кошмар у вас в этом помойки ваши колодцы в этом вот по моему с водой нет просто вот корпус пожалуйста блять даже проще моего но все убрано вот пусть стоит и проветривается ничего не надо блять вот какие корпуса надо для чего эти гробы я понять не могу зачем это говно нужно блять я не пойму зачем вообще нужен корпус для пк у меня его нету блять много лет вот какие надо брать видите с подложкой блять вот это мой ролик у меня тоже все с площадкой когда без площадки конечно лучше то есть будет лучше ну как я уже и говорил что но площадка обязательно нужно потому что эти трубы они все равно дают сдвиги вы там пока его устанавливаете меняете потом пасту будете менять я пасту и вообще белый пользуюсь белый сука пастой блять ктп блять что ли восемь или чем все ёпта не надо ничего придумать за тысячу покупать пасту вы чё ею с дуба рухнули я и видеокарты также делаю только не в год один раз а в два два раза в год будете менять эту пасту блять все у меня есть на канале в софте железо как поменять пасту на видеокарте какой выбрать и так далее там за рубль есть как они все сохнут проходит время и они начинают сохнуть все равно это не то что да может быть там за полтора два рубля там паста на самом деле как делают в этой nvidia amd это натуральный там серьезные там пасты на которые долго держится долго не сохнут и так далее все равно профилактика три года все больше нельзя любая паста блять больше никак на вы металл жидкий можете поставить ради бога я хочу сказать что все это канитель бит бесполезная нахуй это своего блятия тресня блять вот мой корпус пожалуйста я его приподнял вот здесь вот у меня раньше она вообще была вот на деревяшке но провода у меня был такой корпус ну коробкой а сейчас я сделал вообще четыре трубки блять все 200 рублей блять корпус не обошел 200 сука рублей все что надо вот блять пять трубок на вот это железка блять от большого корпуса на и все железку ставишь на трубке все больше ничего не надо и переднюю панель вырезать на вот два или три корпуса мне отдали бесплатно на авито там бесплатно корпуса я бля взял выбрал то что надо приехал бля забрал эти корпуса бесплатно бля говнина мешала ему там в офисе вот он продал мужика все я хочу сказать ребята не надо тратить лишние деньги это вы будете недалеким вот это все водянки без надобности да единственный вариант на 40 90 поставить уже зачем блять у вас так сильно греется только вы сделаете корпус за 200 рублей как у меня летом или который я вам сейчас показываю там вообще просто рама стоит и все и 10 градусов вы сразу 15 уроните и у вас будет как водянка вы а лежачий еще лучше будет и плата не прогибаться не будет ничего вот у меня все стоит вот так вот как положено как я сейчас показываю и все отлично обдувается я вообще не видел большой температур блять не вижу я их абсолютно не они на видеокарте не на процессоре и плата у меня открытая и память меня не греется и все у меня на разгоне поэтому я призываю к одному сначала нужно провести следствие а потом уже делать анализ брать вам или не брать я считаю что водянка без надобности это бесполезный кусок говна только в одном случае когда у вас карта 40 80 90 даже 40 80 так не греется водоблок без надобности чего там разгонять будете вы не сможете ничего разогнать я сейчас вот поставил перепрошил вот если вы перепрошете карту например 40 80 40 90 перепрошьете поднимите мощность да она у вас начнет греться там на 10 больше но ну решение только одно раздербанить корпус и все если у вас дети я всегда говорю поставьте сетки металлические они в любом магазине продаются по-другому сетка рабица блять так чтобы пальцы туда не пролазили у ребенка и все со всех сторон блять поставьте сетки все будет продуваться и никакая говнина вам не нужна тем более та говнина которую вы соберете своими руками не дай бог эта дрянь потечет уж поверьте мне вы останетесь без всего только в одних трущиках всего доброго берегите себя а так я белый и пушистый до новых встреч